И потом все съезжает. Я думаю, что дело все-таки в Инстаграме все последний раз. 250. Четвертый с половиной. Если да, если сорвется, то, ребят, все, тогда завтра попытаюсь выйти еще разочек пообщаться с вами. Всем здрасте, мы в изоляции. В самоизоляции. Не в карантине. Нет, конечно. Так. Необходим ли ординатура для трудоустройства? Вы знаете, сейчас так все меняется и в системе образования, в медицине в том числе. Когда-то нужна была, когда я заканчивала, не нужна была. Достаточно было интернатуры и первичной специализации. Как сейчас обстоит дело. Точно не могу вам сказать. Скидывает. Да, прям реально скидывает. Просто вот у меня набирается определенное количество зрителей. И все. И потом раз в один момент и на спад, и потом раз и вырубается. Не знаю, как я не знаю. Это как борьба с вирусом. Вопрос, как самоизоляция. Как самоизоляция. Самоизоляция очень плохо. Ну, точнее, нет, не так. Мне хорошо с моей семьей. Мы проводим время. И спим подольше. И играем. И телевизор смотрим. Но без работы это, конечно, тяжеловато. Я надеюсь, что... Не надеюсь, я уверена, что так будет не всегда. Рано или поздно это все закончится. И приступим к своей нормальной жизни. Все? Нет? Нет? Вот. Так что всем тяжело сейчас. Я это все прекрасно понимаю. И мне тяжело. И вам всем тяжело. Ничего, справимся. Где наша не пропадала. Вторлак и молочные зубы для профилактики ребенку. Если с зубами ребенку все хорошо, раз в полгода достаточно. Чисточка вместе с покрытием вторлаком. Я это приняла как такое само собой разумеющее. То есть, если мы проводим профессиональную гигиену, в конце мы всегда покрываем зубы вторлаком. Такая профилактика. У сына между десной и зубом красная шишка вылезла. Что это? Завтрак врачу. Но он плачет. Бог его знает. Это между десной и зубом. Это вариант как начиная от травмы и заканчивая тем же самым образованием в виде свища. Поострые будете работать? Да, мы работаем поострые. На удаленке администраторы. Если возникает необходимость принять пациента поострые боли, у нас есть дежурные врачи, которые на телефоне и они ведут прием. Ну, приезжают под пациентов. Прыщ на десне месяц назад вылез. Надо идти к врачу? надо. За прыщ такой, может быть, это свищ. Если речь о постоянном зубе, то нужно поднимать вопросы перелечивания подобного зуба. Если молочный, то в большинстве случаев требуется удаление такого зуба. Перегружено в платформу, да, я это все прекрасно понимаю. не знаю, кто в данном случае оказывается. Ну, опять у меня прям есть там связь, посмотришь? Ну, все по старой схеме. Все, просто выбрасывает и все из прямого эфира. зуба ребенка шатается около полутора месяцев, не беспокоит вырывать. Субтитры создавал DimaTorzok